Томские студенты и медики учились принимать роды у Виктории. Такое имя дано специальному роботу. Он появился в симуляционном центре СИПГМУ. Виктория может многому научить будущих акушеров, моделируя любые клинические ситуации при беременности и родах. Дарья Сосновская посмотрела одно из занятий. Судороги и остановка сердца прямо во время родов. Врачи-реаниматологи и акушеры несколько минут борются за жизнь женщины и ребенка. Наконец, пульс пациентки приходит в норму. Все происходит не в реальном родзале, а на роботе-симуляторе. Виктория, именно так зовут автоматизированный манекен, появился в симуляционном центре СИПГМУ в начале этого года. Женщина очень реалистична. Бьется сердце, дышит, моргает, кричит во время схваток. А в программе можно запрограммировать 30 разных вариантов дыхания, более 2000 вариантов сердцебиения и различные осложнения при родах. Кстати, подарить жизнь она может как одному ребенку, так и двойне. Сам робот рожает робота-ребенка, который тоже при рождении кричит, синеет, если ему плохо. Если правильно проводить манипуляции, то он возвращается к жизни и так далее. Физиология робота приближена к настоящему человеку. Полностью повторяются реакции на лекарства, возникают кровотечения, судороги. Врачам необходимо так же быстро принимать решения, как в реальной жизни. Что случилось с вас? В комплексе. В комплексе. Человек, который принимает роды, он чувствует себя погруженным. У него, соответственно, и мотивация выше, и стресс возникает. И, соответственно, лучше усваиваются эти навыки. Естественно, на фоне соответствующей предварительной подготовки. Таких викторий по России всего четыре. В столичных центрах такого не найти. В Томске оттачивать свои навыки могут практикующие акушеры-гинекологи на курсах повышения квалификации. Но уже с этого года университет хочет давать возможность выпускникам проходить здесь первичную аккредитацию. Дарья Сосновская, Андрей Степанов, Вести Томск.